День с толком Встать в суд идет на 7 лет в колонию строгого режима. Алтайский судья получил срок за взятку. У клуба «Алтайбаскет» появился новый директор, им стал барнаульский тележурналист. Пенсионерка, которая упала на колени перед Медведевым, хочет баллотироваться в депутаты. Бывший судья краевого арбитража Руслан Терри получил 7 лет лишения свободы. Его судили за посредничество при получении взятки. Такое решение сегодня вынесли в железнодорожном суде Барнаула. Кроме лишения свободы, подсудимый должен будет выплатить 30 миллионов рублей. Отбывать наказание Терри будет в исправительной колонии строгого режима. Руслан Терри признали виновным в том, что он согласился выступить посредником при передаче взятки полутора миллионов рублей своему коллеге. По данным прокуратуры, это Владислав Колесников, за эту сумму акционерное общество «Кубанка» пыталось купить судебное решение в свою пользу о признании недействительными решений налогового органа. В качестве вознаграждения Руслан Терри оставил себе 700 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении Владислава Колесникова, к которому и предназначалась взятка, также идет. Но последние три заседания подсудимый срывал из-за болезни. На трассе Барнаул-Бейск автобус слетел в Кюве. Тавария произошла накануне вечером в Троицком районе. Очевидцы говорят, что на дороге была сильная метель. Кадры ДТП попали в соцсеть. В автобусе находились 19 пассажиров и водитель 82-го года рождения. Сообщается, что никто не пострадал. Пассажиров эвакуировали на другом автобусе, который ехал в Бейск. А это уже кадры эвакуации в Змеиногорском районе. В снежный плен попала бригада коммунальщиков, которая проводила ремонт насоса в поселке Утка. На обратном пути в Змеиногорск рабочие попали в занос. Сотрудники МЧС эвакуировали 10 человек. В минувшие сутки в ходе круглосуточного дежурства сотрудники пожарно-спасательных подразделений совместно с ГИБДД неоднократно оказывали помощь гражданам, попавшим в сложную ситуацию. Так, в Алейске сотрудники МЧС России помогли выбраться из снежного заноса бригаде врачей, чей автомобиль не смог преодолеть наметенный ветром сугроб. Минувшие обстановка в Крае остается сложной. На данный момент в регионе ограничено движение транспорта на 20 участках дорог. Все оперативные службы переведены в режим повышенной готовности. В МЧС советуют отказаться в ближайшие дни от дальних поездок. Переходим к другой теме. Власти Края не рискнули снять режим ЧС в Яровом. В правительстве региона сообщили, что на данный момент в Яровом запаслись углем. На городской ТЭЦ наведен порядок, но при этом ситуация все еще остается напряженной. На сегодня запас угля в городе составляет 30 тысяч тонн. В оперативном штабе по ликвидации ЧС в Яровом заверяют, что этого хватит на ближайший месяц с учетом максимального расхода топлива. В наличии также 110 тонн мазута. Из-за снегопада был увеличен его расход. В день жгли по 15-20 тонн. Напомним, режим ЧС был введен в Яровом два месяца назад, уже после того, как ситуацию взял под контроль губернатор Виктор Томенко. Все началось с того, что осенью на местный ТЭЦ произошло две крупных аварии, было нарушено теплоснабжение, жители города начали замерзать в холодных домах. Продолжаем. В Барнауле готовы продлить троллейбусный маршрут номер 7. На это потребуется 100 миллионов рублей. В мэрии состоялось специальное завещание, посвященное работе городского транспорта. Общественники Барнаула предлагают продлить маршрут по улицам Балтийская и Ускова. Сейчас маршрут проходит лишь половина улицы Балтийской и разворачивается на Попова. Сотрудники Горэлектротранса этот вариант отвергли, пояснив, для такого маршрута придется строить подстанции, прокладывать линии на 5 километров и обойдется это почти в 120 миллионов рублей. Поэтому транспортники сошлись на другом предложении – продлить маршрут по Балтийской до Ускова с поворотом на взлетную. Такой вариант будет дешевле – 107 миллионов рублей. Другие предложения общественников рассмотрят в феврале. Уже невакантно стало известно, кого назначили директором клуба «Алтай Баскет». Так вот, вместо известного бизнесмена Павла Тулина, который покинул пост 13 января, исполнительным директором стал бывший корреспондент канала «Катунь-24» Дмитрий Гладких. Игрокам и тренерам команды о новом назначении сообщил министр спорта Алексей Перфилев. Самой главной своей задачей на ближайшее время Дмитрий считает выполнение обязательств перед игроками. Сейчас в клубе есть задолженность по зарплате. Ее нужно выплатить, чтобы спортсмены спокойно работали. Для дальнейшего функционирования клуба впредь придется привлекать внебюджетные средства. И это вторая задача нового директора. «Это самый тяжелый вопрос. Он сейчас прорабатывается совместно с министерством. Большое спасибо, кстати, им за это, потому что работа действительно ведется активно. В ближайшее время, я надеюсь, что, может быть, будет создан какой-то попечительский совет клуба. Люди, которые неравнодушны к баскетболу, люди, которые готовы сотрудничать, мы тоже будем рады их видеть. И, конечно, мы рассчитываем на внебюджетные средства». Все эти шаги будут предприниматься, чтобы баскетбол на Алтае развивался и молодые талантливые игроки не уезжали за пределы региона. А мы продолжаем рассказывать о Татьянах города. Их день уже завтра. И следующая наша героиня Татьяна прославилась на всю страну. Татьяна Кадукина, которая в ноябре прошлого года упала в ноги экс-премьер-министру Медведеву, хочет баллотироваться в депутаты. Это уже не первая попытка женщины пробиться в политику. Четыре года назад порыв пресекли местные чиновники. Тему продолжит моя коллега Валентина Аскерова. «Если бы ее как помощник губернатора или помощница в районе администрации не оскорбила Кадукину, Кадукина, может быть, и не винулась к Медведеву за помощью. А тут она ее оскорбила, когда так это малолетка, что пришла Кадукина. А когда Кадукину разозлить, это все. Она идет через головы». Женщина с детдомовской закалкой, так отзывается Татьяна Кадукина и ее соседка Валентина. Дружит со звездой, попросившим у Медведева воду больше 15 лет. Сблизила общее дело. В далеком 2004-м месте добивались бесперебойной подачи горячей воды. На связи постоянно. Анна, если нет времени зайти в гости, спасает телефон. Всегда есть, что обсудить и даже поспорить. «У нас взгляды расходятся с теми, что, допустим, управляющая компания делает не все добросовестно. Она кричит, пойму дому, все делает. Я говорю, неправда». «По сравнению с другими управляющими компаниями, эта компания все равно в нашем доме очень много сделала». Это сейчас Татьяну Кадукину знает, как бойкую и сильную женщину. А в детстве она была очень ранимой. В шесть потеряла маму, тянуть восьмерых детей отец не мог. Малышей отдали в детский дом. Там было плохо, недоедали, а сладости вообще были на весь золото, вспоминает Татьяна. «Брат заболел у меня, я помню. И, вы знаете, а он говорит, я конфет хочу или пряников хочу. А я говорю, сейчас принесу. А как ты возьмешь?» Я говорю, не твое дело. Прихожу, говорю, вот так и так брат заболел. Дайте мне там конфеток или пряников ему. Ну и все, принесла его, накормила. Он довольный был, конечно. А еще там зарубили ее мечту. «Не дополучали того, что бы мы хотели. Я хотела на тот момент, мечта моя была в детстве, это поступить в музыкалку. Я так хотела на фортепиане учиться. Но мне, ну видите, там, если к каждому подходить индивидуально, то, конечно, денежных средств тех, которые выделяли государству, ну не хватило». Вместо музыкалки работают на комбикормовом заводе в Алтайском селе Повалиха. Долгие годы Татьяна скиталась по съемным квартирам, сидела впрогало, денег не хватало. Только после узнала, что детдомовским полагается жилье. Через суд дали. То самое в селе Санниково. «Отойдите. Дмитрий Анатолий. Подождите. Прочти, нормально. Я уже, знаете, я устала ходить по всем инстанциям. Я устала умереть. Нельзя инвалид с собой журтать. Обращалась во все инстанции, пихала бал. У нас три года уже нет воды, горячей воды». Эффект Медведева сработал. Воду дадут в сентябре этого года. Кстати, Татьяна за Медведева рада. Говорит, пошел на повышение. Она всегда следит за новостями. Послание президента смотрела с пристрастием. «Я рада, что на ребенка первого будет материнский капитал. Вы знаете, выходит так, я не понимала никогда правительство, то, что если первый ребенок рождается, он что, не ребенок, он что, не имеет этих прав на эти же, допустим, помощь на материнский капитал. Значит, на второго есть, а на второго нету. Как-то было несправедливо». А несправедливость Татьяна не любит. Борется с ней, поэтому мечтает выбиться в депутаты. С чего начнет, знает. «Пока просим, чтобы убрали вот эти провода на детской площадке. Может быть, сейчас услышат и все-таки уберут вот эти вот столбы и линии». Забота о ближних – все, что и осталось. Муж Татьяны умер, а дочь и внуки живут в Барнауле. Одиночество переживает остро. Поэтому, кроме депутатства, думает о помощи сиротам, которой у нее самой никогда не было. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». Подписывайтесь на наш канал в соцсетях и хороших вам новостей.